И вот я включаю свою новенькую PlayStation 5 Уже предвкушаю, как буду устанавливать все игры Ну, бога войны Все же хотят играть в бога войны Ведь там мясо, матюки, убийства и сиськи Кратоса А в итоге, экран с ошибкой Как вы там в God of War ново играть будете? Объясните! Вот как только объясните, как вы там будете в God of War играть Я такой, а, окей, все, вопрос исчерп Где God of War? Привет, друзья, меня зовут Павел И я тот человек, который сначала не мог получить свою оплаченную PlayStation 5 А в итоге приобрел себе замечательный белый кирпич за 40 тысяч рублей Да, наконец-то на этом канале мы поговорим о серьезных проблемах Если вы максимально далеки от игровой индустрии Как и я, от техноблогинга И вообще не понимаете, как взрослый человек может тратить десятки тысяч на детские игрушки Сколько там PlayStation стоит? Во-первых, добро пожаловать в 21 век Мы здесь уже 20 лет тусуемся Такая себе вечеринка А во-вторых, не волнуйтесь Точно такая же ситуация может произойти и с вами Потому что сегодня я расскажу вам о замечательном русском И не только русском О ВОСе Не менее замечательном магазине Эльдорадо Службе поддержки Sony И кирпичах По-моему, я о них уже упоминал Раз или два И да, вам не показалось У меня бомбит Наверное, практически каждый пользователь интернета знает Что в позапрошлый четверг в России вышла новая приставка Sony PlayStation 5 И этот запуск нельзя назвать максимально гладким Он какой угодно, только не гладкий И, возможно, для кого-то дикий ажиотаж и отсутствие плойки свободной продажи стало сюрпризом Но не для меня Я мальчик умный Иногда И поэтому отлично понимаю Хочешь играть в бога войны Но не в Марио же И получить приставку одним из первых Делай предзаказ Во-первых, на дворе 2020 год Производителем живется не сладко Судя по всему, не только производителем И вряд ли популярная техника поступит в магазины в каком-то диком количестве А во-вторых, кто там знает, что будет с долларом через год Поэтому с логикой Подожду полгодика, вдруг цена упадет Удачи, братишка Она тебе понадобится Как показала ситуация, понадобится она мне Крупные торговые сети объявили, что начнут собирать предзаказы, если не ошибаюсь, 18 сентября Скорее всего, ошибаюсь И вот все взрослые дяди и тети с детством в одном месте дружно обрушили сайт MVideo и Eldorado Каждый хотел быть первым Ну или вторым В первой сотне, короче Геймеры отлично понимали, что спрос будет огромным Поэтому нужно было торопиться Иначе долгожданная покупка перенесется на 2021 год Вспоминаем о долларе Ну и о внутреннем ребенке, который хочет все и сразу Следующий фрагмент этого видео адресован не вам, друзья, а магазину Как работает очередь? Для чайников Саша и Алиса пришли в магазин за новым айфончиком Алиса сразу же отправилась за заветным яблочком Умница Алиса, яблочные рабы у нас в почете Черт А Саша решил еще Samsung в руках покрутить У меня Xiaomi в 5 раз дешевле и там все то же самое Поэтому кассе с известным всем листочком от консультанта Я один, когда захожу в магазин техники, молюсь, чтобы ко мне никто не подходил Да, у меня проблемы Саша подошел уже после Алисы Внимание, вопрос Чей айфончик принесут из окромов первым? Наверное, Алиса, предположите вы Ну, она ж первая в очереди Какая к черту разница, заявит Эльдорадо и побежит за телефоном Саши И если в очереди всего два фрукта, то обидно, досадно, но ладно Но если в очереди десятки человек, а Саша пришел на полчаса позже Но именно его бросились обслуживать Алисе, а также все остальные очереди, будет слегка обидно Чуть-чуть Кстати, только сейчас понял, что здесь бы отлично смотрелась реклама Яндекса Алисы Упущенные возможности А уже по-настоящему взорвется седалище нашей героини Когда этот же самый милый консультант с сияющей улыбкой заявит Приходите завтра, мы последний телефон Саше отдали Я не знаю, почему меня грела надежда, что уважаемый магазин Эльдорадо ведет учет предзаказов Кто первый, того и тапки Я бы слова не сказал Ну, ладно, немножко побухтел бы Может быть, немножко Господи, если бы я знал, чем все это закончится, я бы еще две недели подождал Если бы приставки получили люди, успевшие заказать их до меня А вот на меня уже не хватает, надо подождать Обидно, но здесь работает правило самых быстрых рук на Диком Западе И перекупщиков Я отлично понимаю, что проблемы с появлением товара в России стали неожиданностью для торговых сетей Никто не ожидал, что все так затянется Магазин не виноват Но когда приставки появились, такие же наивные паши ожидали, что первыми их получат первые же предзаказавшие Но нет Чистая случайность В своей группе ВК Эльдорадо заявил, что не вел статистику А дальше лучше Мы решили все силы бросить на доставку А не на выяснение, кто был первым Судя по всему, это обязанности одного и того же человека И вот сначала людям заявляют, что 19 числа они свой оплаченный товар не получат Потом мне переносят на 24 вторник Кстати, даже бонусных баллов накинули Параллельно оказывается, что некоторые товарищи, вспомнившие о PlayStation 5 в последний момент Оказались среди тех, кто уже получил приставку Окей, во вторник мне никто не звонит, не пишет Жду курьера Прям как мамонтенок маму Решаю зайти в официальную группу И узнаю, что оказывается, людям уже пришли смс-ки Доставка переносится еще дальше Эээ, круто Мне никакая смс-ка не приходила Значит, не доставят Наивный Паша Оказывается, если смс вам не присылали Вы сами должны написать в личные сообщения в ВК Окей, пишу К сожалению, ваш заказ на 28-е переносим Через час звонят Мы сегодня не сможем вам доставить Правда? Я уже догадался Ближайшая дата 27-е Ну давайте 27-е Эээ, это как минимум лучше, чем 28-е Возможно, 28-го мне пришла бы работающая приставка Если вы переносите заказ аж на конец недели Вы в первой половине дня предупредить не могли Курьер вам обязательно за час позвонит Например, в 6-18 утра Я серьезно, не шучу За неделю до этого Курьер из этого же самого Эльдорадо Вот, как раз-таки в это время мне и позвонил Вот это я понимаю, ранняя доставка И вот 27-го мне наконец-таки доставляют Это чудо инженерной мысли Красивая коробка У Xbox, кстати, лучше Крутой геймпад Серьезно, он реально крутой Те полторы минуты, что он работал Было офигенно Включаю предустановленную игру про роботов Прохожу обучение Окей, бывает Еще раз запускаю Ну, бог любит троицу За ту неделю, что я ждал PlayStation Я уже успел начитаться отзывов людей У которых новые игры вылетали вот с точно такой же ошибкой Ну, ПО еще сырое Все бывает Все мы, грубо говоря, бета-тестеры Правда, я и Switch и Xbox первый день покупал Что там советует официальный сайт Sony Удалить и переустановить игру Не помогло, но может быть дело в игре Скачаю-ка я пародию на Animal Crossing с клубничкой Прям после заставки Отправляюсь читать Reddit У некоторых работают старые игры Окей, скачиваю В общем, все игры, которые я запускал Сразу же вылетали с этой ошибкой Ее даже можно найти на сайте Sony А также в Твиттере и на Ютубе Войдите в безопасный режим Переустановите систему В интернете оказалось несложно найти людей Которые получили свою приставку Значительно раньше, чем я Ну, не забываем, что в какой-нибудь Америке и Японии Запуск был еще на неделю раньше Так вот, эти товарищи Так и не смогли запустить ни одну игру А техподдержка Sony Это отдельная песня Кому-то заявило, что волноваться вообще не стоит Ты потратил кучу денег на по факту Бесполезный кусок пластика Че переживать-то? Это известная ошибка И она исключительно программная Нет, мы не примем консоль у вас назад Она в рабочем состоянии Вы просто играть не можете Ждите патч Когда-нибудь он выйдет Нет, мы не знаем, когда именно Внимание! Он все еще не вышел Прошел почти месяц Другим же пользователям в Англии и Штатах Сразу же сказали сдать плойку в сервис И прислали курьера Все заменим Но не всем Я не хочу сказать, что каждый пользователь Столкнулся с... Конечно, нас таких везунчиков Три с половиной калеки Если сравнивать с миллионами людей Которые получили вполне себе нормальную PlayStation Но что настораживает Если посмотреть по постам в Твиттере Если заглянуть на ролики на Ютубе То становится понятно Что люди сталкиваются с одной и той же проблемой Это не какие-то разрозненные ситуации Где в одной приставке отказала вот эта часть Другая, другая Здесь, в принципе, целая группа людей Видят на экране одно и то же И вот это уже начинает напрягать Потому что, по факту, ошибка Она, может быть, и недостаточно часто встречается Но она какая-то системная Звоню в службу поддержки Потому что все, что советовали в интернете От выключения этого самого интернета До изменения разрешения экрана И восстановления базы данных Я уже делал А вы пытались перегрузить? А в безопасном режиме? Да? Ну тогда привозите Вот вам адрес Я не знаю, почему я ожидал Что если тебя наградили по факту кирпичом За совсем не маленькую сумму Герою прошлого ролика Нужно два месяца работать И при этом не есть Чтобы позволить себе такую покупку Фирма, ответственная за это Сама побеспокоится о доставке У меня не через несколько месяцев Что-то сломалось Оно изначально не работает Да, я понимаю Но везите сами А не работающий Прямо из коробки телевизор Sony Я бы в другой город Тоже сам тащил Или это веселье Только PlayStation 5 касается В итоге я сдал свой кирпич В ближайший магазин Эльдорадо Я с марта не хожу Ни в какие торговые центры Ну знаете Самоизоляция Социальная дистанция Бронхиальная астма Которая не очень хорошо Сочетается с коронавирусом Но по факту У меня же кирпич на руках И именно я должен Его куда-то пристроить Поэтому вперед В торговый центр Когда и что я получу назад Я вообще не представляю Потому что Даже если проверка докажет Ну Я надеюсь Она все-таки докажет Что у меня дефектный экземпляр А на что его будут менять Сейчас Плоек нет В свободной продаже В общем Сделать предзаказ В сентябре А впервые запустить Игру Работающую игру Где-нибудь В феврале Это конечно круто П Победитель по жизни Будет весело Если мне Ее ж назад Вернуться словами Ну Она же включается Работает В общем В бога войны Я все еще На плейстейшн 4 играю Да сколько можно Это